Была обрезка примерно месяц назад. Пошел повторный рост. То есть обрезано слишком рано. Три побега. На сегодняшний день, то есть после таких дождей, то есть влаги хватило, но нету уже прироста. Нет проблем немножко осветить яблоко. Ну тут практически нечего осветлять, но вырезать те ветки, которые не нужны. То есть мы, если мы просто срезаем, я оставляю все равно сук 20-30 сантиметров, а вдруг пойдет повторный рост, то есть мы потеряем примерно 10, не будет с чего выйти. Если малый сук, он может зимой замерзнуть. Эта ветка лежит над этой. В любом случае ее надо убирать. Но сук большой, чтобы все-таки не замерзло. Очень плохой угол. То есть будет сильно расти, если мы оставим так, будет сильно большой рост. То есть в любом случае мы ее вырежем, если не в этом году, то в следующем. Срезаем на большой сук. Желательно по возможности привыкать резать на нижнюю почку. Все время с нижней почки. На внешнюю почку. На нижнюю. На внешнюю. Наверное. На внешнюю. То есть все, что нам мешает, немножко сильно резать тоже нельзя. Я сторонник, чтобы руку не отрезать. То есть это ампутация. Так как мы режем зимой переводы. То есть тоже это делать нельзя. Поэтому это, когда это рука, не отрезаем. Но оставляем, допустим, 30 сантиметров. Если эти, которые мешают 5-7 сантиметров, нет проблем. То эти крупные, которые мешают. Здесь мы не режем. Не режем. Но если мешает, укорачиваем. Эта ветка будет обрастающая. Также будет плодоносить это айдерет. Она заложит почку и будет хороший урожай. И эту тоже немножко. Все. Эта почка нам нужна. Нижняя ветка нам вообще не нужна. Лучше сейчас ее убрать, чем убрать весной. Немножко у нас. Сохраним. Верхняя ничего не дает. Вот. Повторный рост. То есть обрезали зарано. Получили два побега. Вот. Один. Вот второй. И если бы это срезали ближе, то есть потеряли бы ветку. Нижнюю, которая нам надо. Что нам здесь еще мешает? Я думаю, что это. Потому что толщина же большая. Эти нижние ветки пусть будут. Мы без яблок будем видеть, что оставить на следующий год. Что убрать. То есть айдерет это прекрасное дерево, которое вот так весной режется. И закладывается цветовая почка. На всем. Раз, два, три. Значит, эту мы должны будем вырезать потом. Чтобы у нас был все время промежуток той ветки, которая вырезается. Не вижу проблем больше на этом деле. Нет, так и навалял. Слушай, а по срокам скажи. Вот закладка почки идет. Закладка почка. Вот мы видим закладку почки сейчас. То есть это айдерет. Я уже показывал. Срезали, мы срезали месяц назад, получили прирост. Потеряли 10 сантиметров у ветки. А кто у нас сможет определить, эта ветка надо будет или не надо будет? Только царь. Ну, то надо наливать. То есть это дерево еще молодое дерево. Сколько ему? Три года тут, четвертый, наверное. Или третий, или четвертый. Четыре. Три, четыре. Ну, очень неправильно была сделана ошибка. Да, порезали. Покажу. Порезали вверх. Порезали вверх. Вторая ошибка. И немножко там порезали вверх. Не, вверх надо резать уже. Вот этот можно резать. Вы затормозили рост и спровоцировали рост веток. А цель летней обрезки вообще какая? Цель летней обрезки осветить. То есть дать доступ с веток к яблоку, чтобы оно покраснело. И облегчить зиму. И облегчить зиму. Так а что со сроками? Никто так и не сказал. Сроки, сейчас самые сроки. То есть если мы выйдем после таких дождей, если у меня выпало за два дня 51 мм, и прошла неделя и нету роста, запачковалось, то есть идеально для обрезки. Если бы мы сделали обрезку до дождя, до этих... Ну, прирост получается. Получается, мы получили повторный прирост, так как вы делали на этом. Это я экспериментировал. Но экспериментировать всегда надо. Не всегда получается. Иногда мы просто ломаем ветки. То есть ветка еще... Мы можем ломать в июне ее. Да. И получаем идеальную закладку. И ветка опускается. И я видел деревья. То есть замечал, что ветка 5 лет. Я ее не срезаю. Она тонкая. Чуть обниженная. И все время урожай. И замечал, что вот эту ветку, которая вот так, я 7 лет подряд ее режу, ни разу не получил урожай. Ну, то есть плохой угол. Я ее срезаю, она опять плохой угол. Ну, но летняя, летняя мешище обрезка и для того, что вот если весной вот эту операцию, то 100% получаем вот такую же вот такую маму. А если вот сейчас сделать, то скорее всего, что весной будет здесь. Ну, чуть успокоишь. Чуть-чуть успокоишь. И будет тупой угол. Более спокойный. Как, Федор? Он и так тупой. Дело в том, что... Но она за толстая для этого места и закрыла. Он именно с этой целью. Потому что самая главная цель, то что это весной будет совсем другой. Не срезать. Не срезать верхушку. Раз срезали, два срезали. Вы должны были уже яблоко. Еще метр яблок. Сколько 5 тонн с гектара 7 вы потеряли? На 9-6. То он и так хорошо дарит для 2-6. Гайдерет хорошо. Не, при такой резке я думал, что тут будет... Здесь срезали верхушку, потому что не было шпалеры. Да. Нет, он ответил. Он ответил, не было шпалеры. Здесь не было шпалеры, поэтому... Они не получили здесь кольчаток, с которых яблоки. А я каждый год получаю вот ветки, вот ствол. Опять пару веток, вот так получаю. И передвигается у меня. 5 лет, 4-5 лет я получаю со ствола вот такие яблоки. И здесь сложная кольчатка. Не обрезали, не было таких суков. То есть не было такой провокации роста. Все спокойно, здесь яблоки и дерево. Проводник растет. Прирост супер, до метра, даже крохи как бы. Все тут идеально. А вот у Денщукова так было, там же дожди пошли. Был семинар, мне звонит один человек, говорит, Антон Николаевич, ну что ж там так? Смотрите, там же поломают деревья. На высоте там метр двадцать. Мы же были и говорил, замдиректора, вставки столбы два с половиной метра. У них проволока немножко ниже. Бамбук метр двадцать выше проволок. Урожай супер. То есть у них принц был... И на метр двадцать обломают? Нет, обломают здесь. Если проволока здесь, обломают здесь. Я видел такие сады, у поляков стоял голден. Значит, через столб между столбами стоят столбы и тянут еще проволоку. И на каждом промежутке два-три дерева было сломано. Ну, то есть уже прошел новый проводник. То есть вы потеряли десять килограмм. За три года. Тридцать килограмм вы потеряли. Тридцать килограмм с дерева. Два-три дерева на столбе. Сто килограмм пятьдесят долларов. Вы купили пять столбов. Пять столбов за это время. Слышишь, Миша, тут еще один вопрос возникает. Вот это... Вот с этими что делать? Что с этими делать? Не вопрос. Тут мы обрезали. Ты будешь видеть весну? Не-не-не, я имею в виду, что это как-то не очень удачно. Но вот, допустим, ветка. И тут вот сейчас вот примерно такой длины. Отлично. Убирай. Это за весною. Весною? Весною вы сделали так. Оно заплодушилось. Да. В следующем году вы срезали, вырос опять. То есть я здесь получаю точно так урожай, как и на стволе. То есть сейчас ты не режешь? Нет. Горизонтальный, только вертикальный. Только вертикальный. То есть вот эти ты не трогаешь сейчас? Нет. Они... Если это у нас будет столб, я весной срезал так. Почему некоторые рекомендуют резать вот эти боковые? Ну, то есть вы вот центральную ветку оставляете, как руку, да? А боковые, которые сейчас срезали на сколько там? На треть. Вдоль ряда. Рекомендуют же там на 5-10 сантиметров вот на что срезать. Значит, 5-10 сантиметров мы получаем, если вы срезали 5-10, значит, возможно, мы только получим одну почку. То есть вот оставили. Вот здесь мы оставили такую почку. Значит, раз, два, три. Минимум три у нас прироста пойдет. Здесь, возможно, и не заложится. У нас одна. Мы оставляем вот это. Все заложится, пойдет только две. На такой длине идет только две. Даже сейчас, посмотрите, на летней вас обрезке пошло только две. А здесь все заложилось в яблоках. И у вас эта ветка все время. Вот у вас окно. На этой ветке вы получите в каком году? В 23-м году. Эту, которую мы срезали, получите в 24-м году. Эту, которую плодоносит сейчас, вы уберете в 22-м году. И все время эта ветка работает точно как... Весь срок жизни. Да, весь срок жизни. Даже если она не дает урожая, ни в коем случае ее не убирать. Если вы только вырезали эту ветку здесь, она вырастет вот там. И все, и вы будете резать. Чем больше вы будете резать, тем больше. То есть, вот это будет вот это. Сколько на столе должно быть веток? 3, 4, 5. 3, 4, 5, 7. Все зависит. То есть, вначале я оставляю и 6, и 7. А потом как затеняются. И тогда вы на этой ветке всегда получаете 5-7 килограмм. И на каждой вот этой ветке килограмм 2. И все, у вас получается 15-20 веток плюс стол. Это вот 30-40 килограмм с дерева. 70 еще не маловато. Субтитры создавал DimaTorzok